Вор в законе Корьков Монгол Так и Геннадий Корьков, в будущем ставший тем самым монголом, начал потрошить карманы зазевавшихся сограждан на вокзалах и рынках Москвы, куда прибыл из Нижегородской области Время тогда было послевоенное, страна только вставала с колен, и о бедном населении, которое составляло наверное 90%, никто не заботился Поэтому наиболее смышленные стали заботиться о себе и своих родных сами В те времена и появились карманники, тащившие все подряд из карманов горожан Времена этому способствовали Как правило, свою жертву выбирали по одежде, чем богаче казался внешний облик, тем больше шансов, что в кармане такого человека окажется что-то ценное Воры были уже с малолетства опытными психологами в выборе жертвы, так как голод не давал шансов на ошибку Если ошибешься, попадешь на малолетку, оттуда уже не прокормишь свою семью Корьков практически ежедневно занимался карманными кражами Его это даже завлекало, нравилось Видимо именно поэтому он долгое время оставался незамеченным Ему нравился процесс кражи, он бывало забывал, что крадет ради того, чтобы выжить Но удача не могла сопутствовать преступнику все время, и через несколько лет Корьков был пойман милицией и отправлен в колонию на три года Находясь в Кизеловском трудовом лагере, Геннадий Корьков и получил свое прозвище Монгол За азиатский разрез глаз Здесь же он набрался необходимого для урок опыта Постоянно общался с блатными, которые приняли его в свой круг Монгол соответствовал практически всем требованиям как кандидат в законники Однако коронацию воры проводить не спешили, так как времена были другие И чтобы стать вором в законе требовался большой опыт тюремной жизни Но Монголу и без воровского статуса жилось на зоне неплохо Когда Монгол вышел на свободу, то его взяли под свое шефство московские блатари, наслышанное его порядочности Монгол принимал участие в ограблениях под руководством старших товарищей Но вскоре быть пешкой ему надоело, Монгол хотел самостоятельности Поэтому после дележа очередного куша, попрощался со своими товарищами Как правило из банды выхода нет, но с Корьковым была иная ситуация Он создал свою банду, и никто не мог предъявить ему за это Первый рэкитер, говорят, что идею насчет рэкита Монгол позаимствовал не в историях про американских бандитов, которые в те времена с ужасом рассказывали друг другу граждане СССР, а он сам увидел эту перспективу, находясь в ресторане В те времена ресторан посещали в основном зажиточные люди и бандиты, сорвавшие куш Так и Монгол сидел с компанией за одним из столиков и подмечал, что некоторые люди заказывают довольно много дорогих блюд От них веяло деньгами и большим достатком Естественно, что честный гражданин так кутить в ресторане не мог Поэтому Геннадий Корьков решил немного потрясти подпольных миллионеров В то время, а речь идет о конце 60-х годов, как таковой официальной преступности не было Власти старались не замечать, что страну просто трясет от деятельности банд, а отдельные личности занимаются незаконной торговой деятельностью Вот Корьков и решил, что если вымогать деньги у этих барыг, то никто из них не станет бежать в милицию, так как не смогут объяснить происхождение своих капиталов Монгол сделал правильное решение, и вскоре его банда численностью 30 человек стала вымогать деньги и ценности у подпольных коммерсантов Никто не жаловался на них, и поэтому вскоре они расширили свою сеть, заставляя каждую жертву выдавать минимум еще вторых подобных коммерсантов Что интересно, некоторые несмотря на незаконную коммерческую деятельность, пытались противостоять бандитам, однако недолго Их вывозили в лес, подвешивали вверх ногами на деревья, закапывали заживо, после чего все становились сговорчивыми Именно в банде Монгола были преступники, ставшие в итоге влиятельными ворами в законе Первым на ум приходит Вячеслав Иваньков, знаменитый япончик, который как раз и разрабатывал все сценарии по запугиванию жертв Еще были такие в дальнейшем известные воры, как Павел Быков и Сисько Уже доказано правоохранительными органами, что помимо вымогательства и грабежей, банда Монгола занималась и разбойами, а также заказными убийствами На дворе были застойные времена, люди не понимали, что существуют профессиональные убийцы, которые убивают за деньги Но это происходило, и таким киллером был член банды Виктор Аникеев по прозвищу Бетумщик Он получал настоящее удовольствие от убийства Причем чем изощреннее оно было, тем больше удовольствия получал Бетумщик, являющийся по своей сути психопатом-садистом Непризнанный вор Банда Монгола взяла под свой контроль Мариену Рощу, Мазутный Проезд, Мазутку, Останкины и Сокольники Они постоянно вымогали деньги у местных подпольных коммерсантов, занимались грабежами, разбойами, осуществляли изощренные пытки жертв А между тем, число этих самых жертв росло У Монгола везде были свои наводчики, проститутки и официанты рассказывали про богатых клиентов Даже в гардеробах лучших заведений Москвы у Монгола были свои источники, снабжающие его банду информацией о подпольных миллионерах Сам Монгол говорят был богат, а вот рядовые участники банды влачили жалкое существование, получая лишь небольшой процент от каждого дела Зато близкие к Карькову люди жили в достатке В свою банду он принимал с удовольствием освободившихся воров в законе и криминальных авторитетов Так, в свое время с Монголом действовали воры в законе Валет Арбатский, Рафик Багдасарян и Геви Резаный Вхож в банду был Эмиран Квантришвили, брата Тарик Квантришвили В определенный момент, оставаясь безнаказанным, Монгол потерял чувство меры Его бандиты переодевались в милицейскую форму для совершения преступлений, что вызвало небывалый резонанс как в обществе, так и у силовых структур Однако верхом безрассудства можно считать налет на квартиру Фатимы Берсанукаевой, у которой часто отдыхали грузинские воры в законе Для своих почетных гостей, Фатима всегда держала здесь наркотики Монголы естественно, прекрасно знал про это, и в один из дней, он вместе с членами банды, Япончиком, Страпилой, Вальтом и Сливой ворвались в этот элитный притон под видами стражей порядка Бандиты ограбили Фатиму, забрав более 100 тысяч рублей и наркотики Такое преступление не могло остаться незамеченным В скором времени Монголу была забита стрелка грузинскими ворами Местом для толковища выбрали подвальное помещение небольшого кафе «Вареники», что на Трубной площади Корьков зачем-то явился сюда также в милицейском облачении А здесь его уже ждали 10 воров, среди которых присутствовали его друзья, Диеку Таиске и Юра Лакоба Ограбление Фатимы было расценено как крысятничество, а милицейская форма, в которую был одет стремящийся вор, вообще вызвало шок у присутствующих Было решено Монгола тут же зарезать, однако он заранее просчитал все ходы, и вытащил из милицейской шинели два пистолета, затем навел их на воров Поговаривают, что затем Монгол им также предъявил за то, что на эту встречу они пришли находясь под наркотой Что не подобает ворам, а значит не могут выносить каких-либо решений, касательно судеб людей После этой речи, Монгол спокойно развернулся и ушел На улице его поджидала машина с водителем Беспредел когда-то заканчивается Так и в истории с Монголом В 1971 году сыщики наконец-то смогли собрать большую доказательную базу против его банды Арестовали всех, кроме Япончика, которого Монгол всячески выгораживал Ему требовался человек на свободе, способный продолжить его дело В 1972 году прошел суд над бандитами Все получили крупные сроки заключения В том числе и Карьков был вынужден на 14 лет отправиться в колонию Здесь ему пытались предъявить за вымогательство и другие преступления Несвойственным ворам Однако Геннадий Карьков довольно четко объяснил свою позицию Сказав, что за вымогательствами будущее Что именно так можно наполнить быстро воровской общак крупными суммами Его доводы были приняты блатными, а уже через несколько лет Монгола посвятили воры в законе Причем не последнюю роль в его коронации сыграл Васса Бриллиант, который говорят и сделал подход Карькову Между тем время шло, и в 1981 году Геннадий Карьков освободился из колонии Пауда Япончик был уже в колонии за другие преступления, и у Карькова не осталось на воле более верного человека Поэтому он собрал небольшую банду ракетиров, которые взяли под свой контроль нескольких коммерсантов Никто не пытался залезть на землю Монгола Одни его почитали, другие боялись, третьи просто не трогали, так как старый Монгол не мешал им работать Благодаря тому, что общак банды сохранился, Карьков смог себе позволить покупку загородного дома во Франции В последние годы жизни он порывался уехать из России Особенно после того, как практически сразу по освобождению его раскороновали из-за выхода Пауда, что не подобает ворам Во Франции он был всего несколько раз, и то наездами, так как московские дела требовали его постоянного присутствия Несмотря на лишение имени, Монгол был поставлен смотрящим за несколькими московскими районами, разруливая местные криминальные дела 14 октября 1994 года 63-летний Геннадий Карьков умер в Подольской онкологической больнице от рака Похороны были скромные под конец жизни Монгол растерял свой былой авторитет Подпишитесь на данный канал и поставьте лайк Спасибо Спасибо Спасибо